В это воскресенье, 27 декабря, профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Ровно 30 лет назад был образован российский корпус. Эта дата и считается образованием МЧС. Репортаж Анастасии Конниковой. Пляж «Юность» для Леонида Маслова – второй дом. 20 лет каждую зиму он дежурный спасатель этого водоема. Знает каждую льдинку и полынью, на глаз определяет толщину льда. Каждая зима, что это для вас? Спасение. А спасение бывает всякое. Предупреждать в основном, чтобы они подходили близко к краю льда. Следить за рыбаками, чтобы они не ходили туда. Они вас боятся или уважают? Уважают в основном. За 20 лет работы Леонид Маслов спас из воды с десяток человек. Но работа в городской спасательной службе не ограничивается территорией водоемов. 41-летний Алексей Рудак в спасатели пришел в 2003-м. Осуществил мечту детства. После армии работал сортировщиком древесины на воде, но понимал – это не то. Хотелось быть полезным обществу, нужным людям. Поначалу, признается, было сложно, особенно, когда в беду попадали дети. Спасаем практически везде. И на воде, и ДТП, и попытки суицида. Тяжелее всего. Да даже не надо. Принятие правильных решений, наверное. Чтобы принять правильное решение, как оказать человеку помощь. Чтобы не навредить ему еще больше, чем он сам себе уже навредил. За год спасатели дежурных подразделений совершают около тысячи выездов. Зачастую приходится быть одновременно и медиком, и психологом. Спасатель – это образ жизни, наверное. Это тот, который приходит на помощь, несмотря ни на что. И забывает свои проблемы, трудности и начинает жить трудностями, проблемами других людей. В Староскольской городской спасательной службе работают 63 человека, которые всегда придут на помощь. Достаточно набрать короткий номер – 112.